Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Веейцы». Выходит Яков Сбершева, идет в Харан, знакомится, строит свою жизнь, семью. И как раз в нашей главе почти в самом начале происходит самая романтичная сцена во всей Торе. Это Яков встречается с Рахель у колодца. Эта романтика нам потом клином вышла и, в общем-то, пустила под откос всю нашу историю, но об этом мы наверняка уже говорили. Но именно в этой истории есть одна очень важная деталь, которая, мне кажется, критически важна сегодня для наших с вами отношений. В иудаизме есть такая профессия «шатханит» или «шатхан». Это не совсем сваха или сводник, это человек, который подбирает двух людей, которые могут соответствовать друг другу, а не просто, как наобум парень с девушкой встречается, и, как говорится, жизнь, она как лотерея вышла замуж за еврея, как говорит ее Йосиф Бродский. Но при этом недавно, в очередной раз, я слышал одного такого профессионала, а «шатхан» должен быть психологом-профессионалом и помогать строить эту семью. Так вот, я слышал одного такого профессионала, который сказал о том, что девушке, ну, главное, чтобы у мужчины был потенциал, и чуть ли лучше симпатичнее, чем обезьяна, а, в общем-то, вы сможете его воспитать таким, как вам это нужно. Говорить такие вещи сегодня, в постфредийское время, ну, это полный абсурд. Ну, правда, зачем нам нужен старина Зигмунд, ведь все написано в нашей недельной главе. Яков уходит в Харан знакомиться с девушкой. И да, в то время он не мог посмотреть на ее фейсбук-профайл или на ее ленту в Инсте, и я почему-то сомневаюсь, что гонцы из Харана привозили ему портреты его будущей невесты. Он идет вслепую. Куда ему идти? Приходит он к колодцу. Колодец – самое социальное место, потому что много пастухов, которым нужно напоить скот. Там можно все узнать, все сплетни, кто есть кто, кто с кем и так далее. И вот они все собираются, эти пастухи, пока перекуривают Яков и спрашивают, вы чего, еще же рабочий день в самом разгаре, нужно напоить скот и идти дальше. Он говорит, ну, понимаешь, Яков, тут такой большой камень. На колодце нам нужно только, чтобы все собрались вместе, и тогда общими усилиями мы отвернем этот камень, напоим скот. Яков окидывает взглядом этот камень, говорит, действительно, самому и даже большой компании не управиться нужно все вместе. И тут на горизонте появляется стройный силуэт девушки. Яков в шоке. Он спрашивает, кто это? Ему говорит, так это же есть, Рахель. И Яков, окрыленный фермонами, хватает этот камень, в одиночку переворачивается, переворачивает его, бросается в объятия. Рахель, скажете, вы токсичный мочуизм, или, как бы сказали, современные воинствующие феминисты. Нет, дамы и господа. И Рахель без слов, одним взглядом вдохновляет Якова делать подвиг до такой степени, что он готов работать потом 14 лет, только чтобы получить ее руку и сердце. Это важнейший урок. Дорогие дамы, мужчин нужно не воспитывать или пилить. Мужчин нужно вдохновлять. Это сделала наша праматерь Рахель. Дорогие дамы, вы же женщины. У вас получится. Успехов. До встречи. Пока.